Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Жанна Марченко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Обновили статистику. В Саратове прошел очередной брифинг Минздрава. Говорили об инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Поправят здоровье. Все уже адаптировались, привыкли, отдыхают с удовольствием. В Балаковском лагере отдохнут дети из Луганска. Многие из них потеряли на родине родных. У вас, наверное, работа мечты. Да, работа мечты. Все секреты о мороженом. Как в Саратове производят сладкое лакомство, узнала Ксения Беркалова. Какая погода за окном будет в пятницу 26 августа на Святого Тихона? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь. Положительная статистика. Саратовцы умирают от сердечно-сосудистых патологий реже, чем допустимо по целевым показателям. Такие данные на брифинге в Минздраве озвучил главный врач областного кардиодиспансера Владимир Дудаков. Сердечно-сосудистые заболевания в нашем регионе по-прежнему занимают лидирующую позицию. Летний климат в области у нас жаркий, поэтому кровь густеет, появляется риск тромбоза коронарной артерии. Смертность от этого составляет 664 случая на 100 тысяч населения. Если так быть нескромным, то за вчерашний день выполнено в одном только нашем центре 12 оперативных вмешательств. Это достаточно высокий показатель. В предыдущие годы где-то в среднем 6-7 было вмешательств. То есть практически в два раза. Приехали оздоровиться. Более 80 детей из Луганской республики поправляют свое здоровье в Балаковском социально-оздоровительном центре Лазурной. Не так давно Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом. Туда из нашего региона поставляют не только гуманитарную помощь, отправляют и стройматериалы, а также специалистов. На этой неделе представители Донбасса гостят в Саратове. Карина Долгатва отправилась вместе с ними в Балаково. Сейчас вот такая кульминация. Сегодня большое мероприятие выбора президента смены Лазурного. Ну и, собственно говоря, все уже адаптировались, привыкли, отдыхают с удовольствием. В лагере Лазурный, что в Балаковском районе, выборы определяют, кто будет президентом в этой смене. Среди кандидатов – ребята с Луганской республики. Отдохнуть и поправить свое здоровье приехали 83 ребенка из подшефного Сватовского района. Для детей здесь подготовили насыщенную развлекательную культурную программу. На территории лагеря располагается бассейн, спортивные и игровые площадки. Ежедневно проходят и оздоровительные процедуры. Какие в основном коктейли? Кислородные коктейли. Кислородные коктейли. Ну, они все обучены витамином С, а чай у нас зависит, значит, здоровое питание, лесная тишина. А чай сами готовите? Нет, мы заказываем в Екатеринбурге. В гости к детям приехали депутаты Госдумы и Народного совета Луганской республики. Николай Панков встретился с 14-летней Таней. В августе 2014 года она вместе с братом попала под обстрел со стороны Украины. Мальчик погиб, закрывая с собой сестру. В Донецке им установили памятник. Сейчас Таня поправляет здоровье в Балаковском лагере. По словам психолога, дети успешно адаптировались и, наконец, стали улыбаться. И даже успели найти себе друзей. Приехали немножко настороженные, оглядывались, привыкали. Но я думаю, что сейчас они уже чувствуют себя спокойно, раскрепощенно. Потому что мы с ними ездили в конный клуб Дерби. Они катались на лошадях, улыбаются. В комнате релаксации расслабляются, тоже любят поговорить. На кружках рассказывают, что их интересует. То есть стали более раскрепощенными и чувствуется, что им нравится. Энергетика просто космическая. Ты сам заряжаешься, когда с ними общаешься. Это ребята, это наше будущее. У них просто горят глаза. Они на таком по-хорошему драйве, такие чистые, добрые, лучезарные. Как раз очень соответствуют нахождению, где мы находимся в социальном центре Лазурной. Посетили представители Донбасса и аллею героев Балакови. Цветы возложили к обелиску погибших балаковцев в годы Великой Отечественной войны. Для нас очень важна память наших героев, которые смогли отстоять мирное небо, отстоять свободу и независимость. Особенно ценно это сегодня, когда также среди нас есть герои, отстаивающие нашу независимость на полях сражений в Луганске, в Донецке, в Народных Республиках. Для того, чтобы фашизм, нацизм не пришел в наши семьи, в наши территории. Чтобы у нас было всегда мирное небо и единый народ. Славяне и россияне жили в рамках Российской Федерации. Визит представителей Донбасса стал ответным после того, как саратовские депутаты Госдумы побывали в Сватовском районе. Над ним наша область взяла шефство. Саратовцы уже отправили туда стройматериалы и другую гуманитарную помощь. Карина Долгатова, Роман Шельдяев, Саратов-24. Погасили марку. Торжественная церемония прошла в городской администрации. На марке, посвященной Саратову, городу трудовой доблести, изображен памятник самолету Як-3, который установлен в заводском районе. Общий тираж памятной продукции 35 тысяч штук. Участники праздничной церемонии поставили на конвертах отиск специального почтового штемпеля с надписью «Саратов, город трудовой доблести». И уже с сегодняшнего дня серия марок вышла в обращение. И наша задача в настоящее время – это, конечно, увековечить память тех героических подвигов тружинков тыла. И совсем недавно была открыта стелла в честь города трудовой доблести. В настоящее время ведется строительство сквера, на котором будет установлен монумент в честь работников Саратовского авиационного завода. И, конечно же, выпуск почтовой марки является еще одним символом подтверждения славы наших саратовцев. Женщина-мэр впервые в Саратове эту должность занял не мужчина. Напомню, после того, как Михаил Исаев ушел с этого поста, исполняющим обязанности главы Саратова назначена Лада Макроусова. Ранее чиновница возглавляла Ленинскую администрацию. Мы решили узнать у саратовцев, что они думают о женщинах у власти, в том числе в роли главы города. Сейчас глава Саратова – женщина. Как вы относитесь к тому, что женщина управляет городом? Я прекрасно к этому отношусь. Не стоит делить как-то, я считаю, по гендерному принципу. Главное, чтобы человек любой справлялся со своими обязанностями. А это уже посмотрим. У них видение немножко отличается от нашего. И, как говорил мой учитель философии, женщины – это версия номер два, которая произошла от версии номер один. И там уже кое-какие ошибки Бог исправил. Поэтому, вполне возможно, есть какие-то преимущества. Я считаю, что женщине в политике делать нечего. Потому что женская – это в основном семья, это рас. И если женщина идет в политику, она теряет либо часть семьи, а это воспитание детей, либо она не совсем добросовестно исполняет свои обязанности. Женщины бывают меньше пьющие, больше рассудительные. И, к их мнению, бывает прислушиваться обязательным. Женщины – они умные, честные, дальновидные. Пускай руководит. Лишь бы саратовцам было от этого хорошо. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского. Сразу после продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечении продовольственной безопасности страны. В том числе благодаря помощи кооператива Гранд Кредит мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив Гранд Кредит. Выгодные программы по сбережениям на срок от 3 до 36 месяцев. Здравствуйте. В пятницу 26 августа на Святого Тихона. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменная облачность. И кое-где возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, порывистый. Днем до плюс 35 градусов, а ночью до плюс 18. Партнер прогноза погоды – клиника «Точка зрения». Удаление катаракты по доступным ценам. Операции проводит заслуженный врач России Владимир Анатольевич Галанжа. Запись по телефону 25 17 98. Клиники «Точка зрения» Саратов. Современное оборудование для лечения катаракты. Квалифицированные специалисты, признанные в России. Высококлассный сервис и низкие цены. Сделав операцию у нас, пациенты получают отличное зрение на всю жизнь. Телефон 25 17 98. Сделайте правильный выбор. В Саратове и Энгельсе без изменений. Жара. Температура днем до 30, а ночью до 18 выше нуля. Атмосферное давление около 761 миллиметра ртутного столба. Вода в Волге плюс 23. По приметам. Сильный ветер на Тихона. Это значит, сентябрь будет дождливый. А легкий, ласковый ветерок к жаре. А спонсор прогноза погоды – мороженое из села Удоева. Настоящий пломбир. Отличный повод для хорошего лета. Всем всего доброго. Берегите себя. До встречи. Не нужно искать повод, чтобы собраться всей семьей. Прогуляться по любимым местам. Порадовать себя чем-то вкусным. Ощутить единство и разделить радость с родными. Мороженое из села Удоева – повод для хорошего лета. Жара продолжается. Лето пока не собирается отступать. За этот сезон на Саратовской фабрике мороженого перевыполнили план продаж. Потребление холодного десерта растет с каждым годом. Есть определенная статистика. Среднестатистические россияне съедают около 4 килограммов мороженого в год. Ксения Беркалова сегодня осуществила детскую мечту и увидела, как производят 500 эскимо и не только. Вот здесь самое начало процесса – распаковочный цех. Собственно, все ингредиенты здесь распаковываются и добавляются. Вот это огромные пачки масла по 20 килограммов. Они расплавляются и отправляются в смесь для мороженого. Жарковато, конечно, здесь. Все ингредиенты там наверху добавляются, а затем по трубам спускаются на этаж ниже. И здесь нагреваются до 60 градусов. Я даже не знала, что мороженое, оказывается, еще и варат. Вот готовое мороженое в жидком виде подается по вот таким трубам. А вот здесь мы можем увидеть его. Вот оно. И затем поступает во фризер. Фризер – это, по сути, промышленный миксер. Здесь смесь перемешивается, насыщается кислородом и охлаждается. Температура – минус 4 градуса. Вот смотрите, все заледенелое. Чего я точно не ожидала на фабрике мороженого. Это то, что я здесь спотею. Снова жарко. Здесь выпекаются вафельные стаканчики. А, кстати, обрезки ненужного теста вот так вот аккуратненько машины срезаются. И фабрика продает их. И это с удовольствием едят поросята. У вас, наверное, работа мечты. Да, работа мечты. А это правда, что здесь сотрудникам можно есть мороженое в любое время и сколько хочет? Конечно. Я могу взять и пойти в столовую поесть его. Ну, прям сколько хотите? Сколько хочу. А вот это одна из первых печей по производству сахарных рожков в Советском Союзе. Их всего было три. Знаменитая Италия. Почему Италия? Потому что оборудование итальянское. Когда оно появилось в Саратове в 1986 году, об этом писали все газеты. И, кстати, с тех пор рецептуру не меняли. То есть вот это тот самый рожок из нашего детства. Ммм, хрустячий. Наконец-то я нашла по-настоящему холодное место. Минус 38 градусов почти. Это камера шоковой заморозки. Ой, сдувает. Туда не пойдем. Наверное, это мой рай. Вот в этих баках хранится готовое мороженое. В каждом по 6 тонн. А их здесь таких 16. Цифры, сколько мороженого производят в день, в месяц или в год, на фабрике не раскрывают. Говорят, коммерческая тайна. Но известно, что здесь более ста наименований продукции. И регулярно выходят новые вкусы. И при этом большой популярностью с огромным отрывом всегда неизменно пользуется классический пломбир. Время путешествовать в России стартовал второй этап программы туристического кэшбэка. В рамках господдержки можно вернуть до 20% от стоимости путевки. А направление для отдыха по стране можно выбрать любое. Новостью заинтересовались и жители нашего региона. Это один из самых популярных интернет-запросов. О других расскажем в рубрике «Яндекс». Начнем по традиции снизу вверх. На пятой строчке кулинарный запрос. Жители региона активно интересуются в сети рецептами зимних закруток. В частности, узнают, как приготовить вкусную аджику. Если соблюсти технологию, можно добиться идеального соуса. В меру острого, в меру сладкого. Еще чаще пользователи искали информацию о новом проекте для классных руководителей. С нового учебного года во всех школах страны по понедельникам будут идти разговоры о важном. Главными темами станут патриотизм, гражданское воспитание и историческое просвещение. На третьем месте гейм-новинка. Это королевская битва в жанре шутер от корейской студии. Проект отличается от других тем, что игроки, выступая за сверхсолдат с уникальными способностями, могут развивать персонажей прямо на ходу. Тройку лидеров открывает День российского флага. Каждый год его отмечают 22 августа. В этом стране подняли ввысь тысячи триколоров, провели праздничные концерты и флешмобы. На первой строчке новости из мира спорта в центральном матче третьего тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед сумел обыграть Ливерпуль. Тем самым команда набрала первые очки в текущем сезоне.